Девушки отдыхают 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 богам кришне перемолился в ужасе держится за эти ручки я буду все нормально будет я лечу домой а значит все будет хорошо приземлимся потому что господь сказал своем слове творец сохраню тебя везде куда ты не пойдешь это слово пришло в мой дух для того чтобы активизировать мою веру поэтому никогда не читай библию как просто какой-то знаете информационный источник ты же не читаешь там инструкцию по эксплуатации своего автомобиля для того как тебе в браке с женой относиться но это другая цель так же и библия она не предназначена для того чтобы просто информационно тебя напитать библия пророческое слово для твоего духа для вечности аминь итак друзья слово моё которым я еще даже не перешел но хочу сегодня говорить о глубоком понимании который называется вера о вере друзья мои и вера наша слово сегодня женщина с кровотечением пример неугасимой веры женщина с кровотечением пример неугасимой веры друзья все в библии что мы читаем имеет один основной посыл это вера вера даже не в бога как часто интерпретируют там атеисты и так далее вера богу что его слова в конце концов сбудется в конце концов его победа будет за нами или за богом будет наша победа так или так если мы смотрим какие-то сюжеты в библии какие-то примеры эти все примеры показывают нам крайнюю форму борьбы человека крайнюю форму потому что все истории это неординарные это не просто пошел купил хлеба там мясо нет нет это история где человек столкнулся с трудностями поймите христианин это не тот который с которым по вере его ничего не случается христианин это тот с кем что-то случается но благодаря доверию богу он преодолевает свои трудности и свои ограничения доверие вот вера и доверие имеют один корень когда мы доверяем богу тогда мы знаем что в конце все будет хорошо даже атеист который меня достает я говорю ему на ты тоже верующий ты даже в автобус садишься ты же не спрашиваешь у этого мужика который за баранкой сидит есть у него водительское удостоверение или нет самолет заходишь но ты же не спрашиваешь там летчиков общем пилот в кабине или нет даже его не видишь но ты знаешь что из пункта а переберешься в пункт б что это вера и вера она всегда переносит нас из пункта а пункт б и причем из пункта а когда тебе плохо в пункт б когда тебе будет хорошо и мало того хорошо даже перешагнет черту твоей смерти и перенесет тебя в вечность вот это и есть понимание веры дорогие мои и читаем марка 5 главу об одном человеке который столкнулась с непреодолимыми обстоятельствами жизни такие же как не кучич родившись без рук без ног люди которые получили какие-то травмы жизненные люди у которых нет будущего и надежды она столкнулась в крайней форме со всеми этими трудностями итак марка 5 25 одна женщина запятая просто одна женщина мы не знаем ее имени мы не знаем ее фамилия она описана в трех евангелиях а в евангелии от матфея и в евангелии от луки и в евангелии от марка и там немножко есть пассажи чуть-чуть подправляющие с разных углов как видели эту ситуацию апостолы по-разному но все ее описывают одна женщина вот такая одна женщина как тысячи и тысячи женщин столкнувшись с другими трудностями но у нее была вот такая проблема она страдала кровотечением 12 лет 12 лет это срок я вам сказал о том что мы испытываем трудности в течение пяти лет у нас уже кризис с верой когда ты перестаешь читать писание думаешь что ты уже все познал перестаешь ходить ночные молитвы тебе становится как-то неинтересно духовная жизнь это кризис кризис знаете интересный перевод один из переводов кризиса обозначает это время шанса либо тебя уничтожить либо подняться на новый уровень и вот она даже не пять лет а 12 это примерно больше чем в два раза она страдала кровотечением у нее не было ответов на ее вопрос почему она такая самое главное из нее капля по каплю выходила жизнь и она чувствувала приближающаяся смерть точно так же как твоя проблема шаг за шагом направлен на то чтобы разрушить твою жизнь и ты это знаешь если ты попал в зависимость ты знаешь тебя могут убеждать кто угодно но ты знаешь что конец этой проблемы смерть ты знаешь что если ты попал в долг то конец это будут должники они придут за тобой Ты знаешь, что если болезнь тебе выписали, какую-то смертельную болезнь, ты бегаешь там, пытаешься искать утешение, и внутри себя ты знаешь, что это приговор. Болезнь это всегда привет от смерти. И она точно так же, но плюсом ко всему еще, она была, страдая кровотечением, была нечиста. В Израиле женщина, из которой изливалась кровь, она всегда была нечиста, это описано в Ветхом Завете. И она была нечиста, и Израиль это знал, поэтому люди не пускали ее в синагогу. По этой причине она была еще изгоем, плюс ко всему, что у нее была болезнь. Изгои это такое поганое чувство. Ник Вучич интересно рассказал, говорит, что когда человек инвалид внешне, то он отпугивает людей. Просто он становится таким пугающим элементом, особенно детей. И что интересно, что дети достаточно жестоки. Кстати, дети именно подтверждают то, что не теория эволюции нас произвела на свет, а что именно грех является движущей силой человечества. Потому что дети вот почему-то они не могут оценить то, что другому больно и плохо. Они мучают животных, хотят посмотреть, как животные мучаются. Они, как правило, если видят какого-то инвалида, то обязательно над ним какие-то шутки отпускают, причем, чтобы он услышал. И посмотреть, как это будет. Одна женщина одноглазая говорила, что ее постоянно называли с детства циклопом. И дети самой школы говорят, ну ты просто циклоп, одноглазая. И не понимает, что от этого плохо человеку. Ник Вучич говорит, меня все время в школе дразнили. Одни боялись, а другие унижали. Что в том, от чего моя жизнь не зависела. То есть я не стал причиной вот того, что со мной произошло. Но люди как будто добивают последний гвоздь. Говорят, ааа, урод, смотри, у него нет рук и ног. Смотри, урод, у него нет одного глаза. И тут само общество даже израильское, оно говорит, тебе нельзя, ты нечистая. Она говорит, ну я же не сама испачкалась, ну я же не в грехи залезла. Ну мы что сделаем? Жизнь сурова. Ну у тебя вот так. Тебе к нам нельзя. Иди на улицу. И надо понять, что человек кроме физического состояния, он еще получил эмоциональный надлом. Многие из нас живут вот в этом. Многие люди. Они живут надлом еще эмоциональным, кроме физического. Вы знаете, но почему я проповедую о вере? Потому что именно пункт веры является основным моментом, основной энергией и силой, которая дает тебе желание жить. Вот просто желание жить и продолжать борьбу. Только вера, больше ничего. Даже сам факт, что ты сегодня пришел сюда в церковь, это принесла тебя твоя вера. Тебя не принесла традиция, тебя принесло твое доверие Богу. Ты приходишь сюда, потому что ты веришь в то, что ты чего-то получишь, либо от слова, либо от прославления, либо от Бога в конце концов. Это же твоя вера. Несмотря на то, что мы все знаем, что у нас в прошлом году было большое воровство в церкви, да, двух негодных людей, бухгалтера и завхоза. Вот только вдуматься, я всегда думаю, думаю, представляете люди, которые жили здесь и воровали из нашего общего алтаря, в который мы приносили Богу. У них не было веры, веры вообще то, что Бог каким-то образом это видит. Может они в сердце стали атеистами, но ты продолжаешь верить, ты продолжаешь приносить Господу, ты отдаешь свою десятую часть. Я вспоминаю этот элемент веры у Якова. Вот чуть-чуть пассаж такой от женщины отойдем, но оттуда же из той серии. Яков, когда встретился с Богом, спал там на этом месте, называемый Вифиль, он услышал голос Божий. И Яков говорит, все, что ты мне даешь, я отдам с этого десятую часть. Что это было? Это была его вера. Он говорит, Господи, я тебя не вижу, но я знаю, что ты существуешь. И моя десятая часть будет тебе по вере, потому что ты не сделаешь меня нищим. 26 лет я живу с Богом, все время отдаю свою десятую часть. Что это? Это моя вера. Я просто знаю, что бы ни было, это принадлежит Богу, потому что я знаю, что Он благословит во все 90%. Наша вера заставляет нас приходить на молитву, наша вера заставляет нас жить в нашей семье, наша вера вдохновляет нас приходить каждое воскресенье и продолжать отдавать Богу то, что принадлежит Ему. Только вера. И вот эта женщина, получив обратную реакцию, получив обратную, как бы, еще худшее состояние своей жизни, не потеряла веру. И смотрите, 26 стих. Много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы. Но пришла еще в худшее состояние. У нее был следующий ужасный элемент. Она обнищала из-за своей болезни. Написано, она отдала все врачам. В отличие еще от нас, который в церковь приходит, приехал на автобусе или на машине, приехал, у нас хоть деньги есть. Она отдала все. Она говорит, помогите мне с моей болезнью. Она приходила ко врачам. Она говорила, меня и в синагогу не пускают. Очевидно, она была не замужем. Не знаю, может, муж оставил ее, мучаясь, что у жены было 12 лет, такая страшная болезнь, не было детей. А может, не была замужем. Мы не знаем. Библия умалчивает об этом. Но то, что у нее были проблемы в семье, это 100%. Это видно из текста. 12 лет. Одна женщина. И она понимает, у нее не будет детей. Она изгой. У нее нет больше денег. У нее нет больше ничего. Вообще ничего. Кризис полный. Вот в этот момент-то она должна была, как никто другой, стать, наверное, атеистом и богоненавистником. Но всегда удивляешься людей веры, когда у них самая трудная ситуация, но они продолжают говорить, как Иов. Я буду уповать на него. Потому что, а что я потеряю? Терять-то мне уже нечего, кроме своих цепей. Все. Я уповаю только на него. Поэтому, Господи, раньше я тебе десятину отдавал. Теперь все тебе буду отдавать. Все равно нищий. Вот три рубля осталось. Вот тебе все. Вы со мной, дорогие мои? Вера – это всегда действие. Внутренняя убежденность, что Бог услышит. Бог увидит. И если так в моей жизни произошло, значит, каким-то образом он запланировал что-то великое. Вот чем больше тебя трясет, чем больше тебя трясет, вот всегда поверь, что значит, все будет лучше. Потому что вера – это единственная валюта Царства Божьего, которая никогда не обесценивается. Рубль обесценивается, доллар обесценивается, вера никогда не обесценивается. Вера, она всегда привлекает Бога, она всегда привлекает людей, она всегда привлекает всю энергию окружения. И вот написано, 27 стих, «Услышав об Иисусе, услышав об Иисусе». Вот начнем с этого, она раз, услышала об Иисусе. Иисус там где-то идет, Иисус! Вот все почему-то думали, что Иисус это просто звезда. Ника Вучича везли когда на вот этой инвалидной коляске, люди подбегали, все фотографировались, все трогали, все вокруг него. Она понимала, что это не просто звезда, от которой она хочет получить фотографию или волосинку, чтобы под стекло положить и потом гордиться, фотку выставлять в хвостограмме, чтобы все смотрели, как я с Иисусом фотографировалась. Ей нужно было от этой встречи конкретный результат. Не теряю вас, дорогие, ей нужен был результат. Какой? Исцеление. Ей нужно было преодолеть кризис. Она говорит, Господи, я в кризисе. Ты, Господь, помоги мне выбраться из этого кризиса. Я сама не могу. Я свое все человеческое и земное израсходовала. Я ходил ко всем к врачам, так и не смог освободиться от своей зависимости. Я пробовал каким-то образом ходить к всевозможным психотерапевтам, чтобы мне помогли в моей семье. Не помогло. Я пытался заработать денег сам, не помогает. Господи, сделай что-нибудь. И я хочу проявить свою веру, свое движение. Услышав об Иисусе, она подошла сзади в народе. Вот это, знаете, подошла сзади в народе. Если мы дальше текст будем смотреть, и в трех Евангелиях упоминается очень интересный момент, что Иисуса теснили, народ теснил. Шла звезда. Не шел рядовой человек. Когда я вернулся, вернемся к разговору с Ником Вучичем, я сказал, что мы даже шли с ним, охрана даже удерживала людей, чтобы люди не бросались, там не подбегали. Так там было-то всего несколько сотен человек на встрече с инвалидами. И то инвалиды сами по себе не могут быстро двигаться. Представьте. А если бы это была толпа людей, особенно звезды это знают, звезды Горевуда, звезды там эстрады, народ просто рвет их, толпы народу. И Иисус был такой звездой. Это была тьма людей вокруг, которые не подпускали никого, и уж тем более больного человека. Знаете, у меня было переживание, оно правда было мирское, сделайте скидку на мой рассказ. Но я как-то пережил такой момент, я помню, 1989 год, мне 17 лет. Вы знаете, в то время это был край дефицита, все было в дефиците, колбаса, водка, одежда, все. И вот мне 17 лет, старшие пацаны меня привезли, куда-то мы приехали, им надо было водки старшим пацанам, и меня специально попросили, чтобы я купил, потому что я был худой и маленький. И они уже рассчитали, старшие, что, ну вот, Паша Рындич проберется, мы не проберемся. И я помню, мы приехали к этому винному магазину, слушайте, Алла Пугачева отдыхает, если бы приехала. 1989 год, кто застал старшее поколение, вы знаете, это просто метров сто, просто столботворение вокруг маленького магазинчика с маленькой дыркой, где продают это зелье, этот источник жизни и тьмы, водку. Кодовое слово было без сдачи, но ты даже не проберешься, чтобы сказать кодовое слово. И я помню, мы подошли, и я в ужасе, мы с этими парнями старшими, им там по 20 старше, они говорят, Паша, у тебя получится. А я, я говорю, пацаны, как? Ну я мирской. Они, все нормально, взяли меня за руки, за ноги, фух, над толпой. И я как этот, лечу на эту толпу, прям сверху, бум, куда я там приземлился, не знаю. Толпа алкоголиков, давай меня откидывать, а я даже пробиться вниз не могу. Ну я сверху, над головами. Они там меня что-то откидывают, тем самым волны создают, меня, знаете, так кидают по волнам каким-то образом. Может стукнуть хотели, но не могут вверх. И меня там что-то откидывали, докидали меня до стены каким-то образом. А стена к радости оказалась вот примерно такой вот, такой фасад, как вот здесь примерно. И это такие старые решетки были над магазинами советскими, еще они где-то остались немного, такие вот изогнутые, вензеля. И вот я за эти вензеля зацепился и подумал, вот мое счастье. И я по этим вензелям прополз вот так сверху. Все на меня орут, ты чего без очереди? А там очереди нет в природе. Там просто толпа народу и все вокруг этого окошечка. И я по этим вензелям пробираюсь, снизу какой-то мужик, я сейчас тебя за ногу. Я говорю, слушай, мужик, я сверху, я же тебя за ногу, и ты там останешься стоять. А я так здесь и лазью. И вот я как-то пролез к этому окошку, окошко внизу, а я вот так сбоку. И я сую свои деньги туда, продавщица, и я вот сейчас думаю, господи, где вы, Голливуд? Где вы? Вы проспали такое время советской эпохи, где просто даже ничего снимать не надо. Вот просто снимаешь, не надо актеров, не надо артистов, снимаешь реалии, и все. Все комедии отдыхают. И вот я там сую эти деньги и кричу этот пароль, без сдачи. Она мне там вытаскивает бутылку водки, я ее забрал и думаю, а теперь возвращаться как-то надо? Это же тоже столько народу. И я куда-то ее засунул в штаны, ползу по этим же, по этим вензелям, отполз. Потом думаю, пока вылезу, у меня ее еще дернут, парни кричат, кидай. Я говорю, кину, не поймаете вдруг? В общем, это было целое приключение. Я как-то спустился, и вот я ее принес, эту заветную бутылку водки. Отдал друзьям, там, не помню, конец. Суть не в этом. Но я подумал, вот если я в 17 лет ради бутылки водки испытал столько трудностей, столько стенаний, ползал по этой стене, то представьте, что испытывал больной человек, которая страдала кровотечением 12 лет, столкнулась с огромным количеством людей, которые попали на рок-концерт, попали на звезду, и ей нужно было прикоснуться. Теперь внимание, смотрите, вот ответ написано. Прикоснулась, 17 стих, подошла сзади в народе, прикоснулась к одежде, вот так просто, и потом 18, ибо говорила, в одном из Евангелий сказано, сама в себе. Она не просто говорила, она говорила сама в себе. «Если хотя к одежде прикоснусь, то выздоровею». Она получила слово на свою веру. Она получила внутреннее убеждение. Говорит, Господи, вот это то, что говорит слово Бога в моей жизни. Если я это сделаю, то я обязательно обрету победу. Если каждый из вас в своей ситуации получит слово, самое главное получить слово из Библии. Когда Библия становится пророческой для тебя, слово оживает. И ты чувствуешь, если я сделаю вот это, то будет вот это. Господи, если я дам тебе десятую часть, ты благословишь меня. Если я принесу жертву сверх моих сил, никто не будет видеть, но ты будешь видеть, Господи. Я знаю, Господь, в моей ситуации, если я попробую сделать вот это, то ты сделаешь для меня вот это. Это язык, который Бог понимает, язык веры, язык обетов. И она сказала сама себе, это мой обет. Я знаю, что трудно будет прикоснуться к Иисусу, но я сделаю все. Как она лезла, я не знаю. В Библии не написано. Но очевидно, это было очень трудно. Мои вот эти вот стинания о бутылке водки даже близко не стоят. Мирского человека, то, что прошла она к своей заветной мечте. Она говорила сама в себе. И Библия говорит, и тотчас иссяк у нее источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена от болезней. В момент прикосновения к Иисусу, она поняла, что она прикоснулась к энергии всей жизни. Друзья мои, через слово и через нашу веру мы способны прикоснуться к энергии жизни. Бога ничего так не впечатляет, как наше доверие Ему в самый трудный момент жизни. Господи, все будет хорошо. Дай мне только зацепиться. Дай мне крючок какой-то, за что бы я мог зацепиться. Слово Твое. Слово. Если придет слово, все будет хорошо. Да, трудно. Трудно принести жертву. Трудно пробраться. Я знаю, но мне нужно это слово, Господи. И тогда, как зацеплюсь, я тоже в этот момент буду исцелен. Я в этот же момент буду восстановлен. В этот момент у меня изменится ситуация жизни. Вот что мне сейчас надо. Иисус. Вы знаете, имя Иисуса, оно производит какое-то воспаление жизни вокруг. Я замечаю, даже общаюсь с мирскими людьми, когда и почему-то вот слово Иисус производит чего-то. Как только говоришь Иисус. Кто-то сгибается, кому-то неинтересно. Кто-то наоборот интерес проявляет. Иисус, это как было имя над всеми именами, так и останется. Иисус на еврейском языке переводится как Егова спасающий. Вот этот звук Ие обозначает Иегова, первая часть. Иегова, Ие. Господь, Господь Иегова, вечный Бог. Иешуа или Иисус, как мы называем, это спасение. То есть от Него приходит спасение, изменение, восполнение нужд. Победа приходит от Него. Иисус. И она прикоснулась и в тот же момент поняла, что исцеление пришло. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла от Него сила. Обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Смотрите, Бог тоже в этот момент почувствовал, что от Него что-то вышло. Вот удивительно. Иисус тоже почувствовал, опа, кто-то прикоснулся. Особым образом. И вы знаете, интересно, что здесь написано очень просто. Ученики сказали ему 31 стих. Ты видишь, народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне. И удивительно, что в одном из там пассажей, в другом, написано, что Петр даже возмутился. Говорит, Иисус, ну ты что, ерунду какую-то говоришь. Вроде ты Иисус такой великий. Ерунду. Да тебя все лапают. Тут тысячи людей. Тебя каждый уж там в лосинку оторвал, кто-то у тебя от пиджака оторвал, кто-то там чего-то от тебя поскрябал, что угодно от тебя. Лишь бы автограф получить твой какой-нибудь. Тысячи людей тебя облапали сегодня. И ты вдруг. Кто-то ко мне прикоснулся. Где логика? Кто-то ко мне прикоснулся. Слушайте, Бог всегда чувствует, когда к нему произошло прикосновение веры. Как только кто-то прикоснулся с верой, он чувствует. Сразу чувствует. С верой ко мне прикоснулась эта женщина. И когда он это почувствовал, он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Он стал искать в толпе. Представьте, толпа людей. Женщина без имени. Он говорит, стойте, 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 стойте. Тут есть человек. Где-то. Она где-то здесь. Здесь. Да тебя трогают массы. Петр говорит, что ты ерундой занимаешься? Он говорит, кто-то. Кто-то один. И написано 33 стих. Женщина в страхе и трепетив, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Слушайте, а какую истину она ему сказала? А что за истина? Истина простая, что я к тебе прикоснулась. Это не истина. Все к нему прикасались. В какую истину-то она ему сказала? Что она ему сказала в этот момент? Я всегда думал об этом. Сказала ему всю истину. Она ему сказала всю истину о своем обете. Она сказала, Господи, я заключила обет с Богом. Я получила слово о том, что если я проберусь через эту толпу, если я смогу пробраться, прикоснусь, я получу исцеление. Если я удержу вот этот экзамен, тогда Бог благословит меня и на дальнейшую жизнь. И благословил. Иисус же сказал ей, дочерь, вера твоя спасла тебя. То есть он говорит, не просто ты молодец, какая ты сильная, ты пробралась, ты пролезла. Он говорит, вера, это то, что прикоснулось ко мне. Вот вера твоя вдохновила меня, и поэтому я тебе ответил. Бога всегда вдохновляет вера. Все мужи Божии из Библии, они всегда говорили на языке обета. Говорили, Господь, я принесу тебе обет. Я принесу тебе десятую часть, что говорил Иаков. Другой говорил, я принесу тебе то, что пройдет через мои ворота. Я, Господи, сделаю для тебя, потому что я хочу быть благословением. И моя вера, я хочу, чтобы привлекала тебя, независимо от того, как другие люди поступают. Независимо от того, какие у других цели. Моя личная вера хочет расположить твое сердце ко мне и к моей семье. Вера твоя спасла тебя. Иди в мире. И будь здорова от болезни твоей. Удивительно. Иисус дает ей перспективу на будущее. Он говорит, ты не просто сейчас здорова. Он говорит, ты до конца жизни будешь здорова. Вот этот контекст, он говорит, и дальше, до конца, научившись ходить верой, ты будешь жить и будешь наслаждаться жизнью. А теперь представьте, как ситуация поменялась. Мы не знаем историю. Возможно, она вышла замуж, родила детей. Она стала членом общества израильского. Она стала в синагоге уважаемой женщиной. И она всегда рассказывала свое свидетельство о том, как Бог изменил полностью ее жизнь. Поэтому, о каком кризисе ты говоришь своим пятилетним, шестилетним? Это ты можешь спросить меня. Пастор, о каком? Я не знаю. Но твое свидетельство будет только тогда жить, пока у тебя есть вера. Есть вера, будет свидетельство. Есть вера, будет всегда обет с Богом. Будет обет с Богом, будет всегда ответ от Бога на твою жизнь. И твоя жизнь, она будет реальным благословением для тебя и для других. Я закончу свою историю. Эта проповедь сегодня одной историей, которая тоже меня сильно впечатлила. Я как-то забыл ее рассказать, она давно произошла. Я сидел с одним пожилым немцем, человеком разговаривал. И мы как-то сидели на кухне. И из кухни из окна был виден такой крест на горе. Деревня и стоял крест. Гора не очень высокая, но приличная. Но крест стоял на холме. И каменистый холм такой в Германии, все-таки не как холмы у нас, такие каменистые. И я посмотрел, говорю, о, крест. И этот мужчина говорит, с ним связана одна интересная история. История обета моего деда. Я говорю, надо же, как интересно. И говорит, мой дед, а он уже пожилой человек, говорит, мой дед во время Второй мировой войны потерял сына, говорит, моего отца. Он был на фронте, на русском фронте. Знаете, надо понять, что не было так, как мы рисуем. С одной стороны звери, с другой стороны люди. Со всех сторон были люди, обманутые дьяволы. И говорит, война закончилась. Война кончилась, и от сына не было ничего. Ни повестки о смерти, ни о чем, ничего. И говорит, и вся деревня ему говорила отцу. Ну, значит, он погиб. Он говорит, но нет повестки. Нет повестки, значит, жив. И он всегда приходил в церковь, всегда продолжал молиться. Ну, они были не коммунисты, поэтому и можно было молиться немцам. И он, говорит, приходил в церковь и постоянно молился. Просил Бога, чтобы сын вернулся. И потом кто-то ему сказал, говорит, он жив, но он в плену, находится в Сибири. Ну, если вы знаете, что только 10% пленных немцев вернулось обратно. Ну, понятно, страна послевоенная, нам-то есть нечего было, победителям, уж не говоря пленным. Но история об этом конкретно человеке. И вдруг его в деревне стали видеть, как он у себя во дворе, в амбаре что-то строгает. И люди приходят к нему, к этому старику и смотрят, он строгает здоровый деревянный крест, большой деревянный крест строгает. Ему говорят, ты зачем такой крест здоровый, на могилу себе, вроде большой. Он говорит, нет, нет, это мой обед с Богом. И больше ничего не говорил, просто строгал этот крест. Прошло время, его сын вернулся. Этот человек мне рассказывает, говорит, это мой отец. Он вернулся с фронта, пришел, и все радовались, все плакали, вся деревня радовалась. Он пришел в церковь, отец, ну, дед, рассказал всем, что мой сын вернулся рад. А наутро вся деревня увидела, как он, этот старый человек, прет свой крест, этот деревянный, на эту гору, один. Деревня пришла помогать ему, кто-то пришел там с тачкой кто-то. Он говорит, нет, 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 ни один не должен прикоснуться. Потому что я обещал Богу, что если придет мой сын, я занесу этот крест наверх. Сам, один. Он даже не мог его занести, даже не мог. У него сил не было, старый человек. Он доносил сколько-то метров, оставлял его, возвращался домой, утром опять с новыми силами выходил и опять пер этот крест наверх. Пока не допер и не поставил его. И человек, который мне рассказывал, говорит, мой отец прожил долгую жизнь и был христианином, умер, говорит, совсем недавно, в фронтовик. И говорит, уже в живых нет ни деда, ни отца моего нет. Он говорит, но все люди, которые проезжают рядом, они видят этот крест на горе. И все спрашивают, что за крест. И говорит, и всегда все в деревне рассказывают эту историю, обета с Богом. И по этому обету, по вере, он говорит, не просто мой отец прожил долгую жизнь, а то, что он вообще вернулся с фронта живым. И говорит, Бог способен делать многое по нашей вере. Аминь, дорогие мои. Вера всегда привлекает Господа. Давайте поднимемся и будем молиться. Господь наш, Господь неба и земли. Мы благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Господь. Славим Тебя за милость, благодать. Во веки вечной, Господи. Вера наша, Господь, привлекает Тебя, Господь. Нам нужно Твое, Господь мой, Твое внимание к нам. Господи, дай нам говорить на языке Твоих обетов, Господь. Мы обращаем наши обеты к Тебе. Мы говорим, Господи, помоги мне, как этой женщине, которая страдала кровотечением, но получила свое обещание от Бога. Господь, не дай нам никогда осуетиться. Вот в этом, Господь, кризисе от 4 до 7 лет, Господь мой. Кризисе веры. Оживи Библию, чтобы она стала пророческой книгой для каждого из нас. Чтобы это слово, Господь, оживлялось, как эта женщина сказала внутри себя, получила обетование и сказала, если только прикоснусь к одежде, если только прикоснусь, буду исцелена. И стала по слову ее, потому что активизировалась вера, и она двигалась по вере. Она принесла свою жертву, Господь, через трудности, через людей. Она знала, что вера должна быть, Господь, в делах, потому что вера без дел мертва. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя за эту историю, реальную историю жизни этой женщины. Господь, и ты благословил ее на остатки ее дней. Господь, остатки дней стали лучше, чем предыдущие дни. Господь, благослови каждого, каждого из нас, у кого есть внутри вера, кто действует верой, Господь, сегодня. Спасибо тебе, мой Царь, мой Бог. Твоя милость, Твоя милость, Твоя милость. Дай нам, Господь мой, заключать обеты с Тобой. Вера наша, Господь мой, вера в Тебя, вера в Твое Слово. Господь, даже когда нам тяжело и когда нам кажется, что ничего не получится, Господи, продолжать верить, потому что все содействует ко благу. Верующему, Господь, и действующему по Его изволению. Спасибо, Царь наш. Спасибо, Царь наш. Спасибо, Царь наш. Побудьте, друзья, еще в молитвенном состоянии. Пусть Господь, возможно, проговорит. Откроет сердце. Каждый откроет свое сердце. Господь, я прошу Тебя, дай, Господь, мой понимание жизни, вечности, Господь, силы Твоей, Отец. Да будет вера Твоя, Господь, действовать в нашей жизни. Вера по Слову. Господь мой, благодарение Тебе. Аллилуйя, 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 Господь, Аллилуйя.